Смягчить назначенное Устинова по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ наказание до 1 года лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное наказание условным. Год условно, еще два на испытательном сроке. Московский городской суд изменил приговор Павлу Устинову, осужденному за применение насилия к представителю власти на протестной акции 3 августа в Москве. О смягчении приговора просила прокуратура. Вследствие чрезмерной суровости решения Тверского суда, где Устинову назначили 3,5 года лишения свободы. По словам представительницы ведомства, не были учтены положительные характеристики Устинова с учебы, работы и военной службы. Хотя обвинение ранее само требовало 6 лет колонии. С решением суда мы не согласны. В любом случае мы его будем обжаловать. Преступление я не совершал. В любом случае я никаких противоправных действий не делал. Вот и все. Мы должны дождаться получения решения суда. Как вы знаете, несколько минут тому назад решение было вынесено. По решению апелляционной инстанции приговор остался обвинительным. Один год условно. Когда мы получим решение, мы его изучим. И дальше уже Павел в оппозицию высказал, что он будет дальше обжаловать уже в конституционном порядке. В суде выступил потерпевший росгвардеец Лягин. Он повторно заявил, что слышал с сослуживцами оскорбительные лозунги, которые якобы выкрикивал Устинов. Добавил, что осужденный, цитата, стоял в телефоне. Мало ли какие там действия он мог координировать. Поэтому и было принято решение его задержать. Адвокаты настаивали. На видео не слышно, чтобы Устинов выкрикивал какие-либо лозунги. А следствие не представило доказательств того, что именно Устинов и именно Лягину повредил руку. Задержавшие Устинова росгвардейцы были в масках и без личных жетонов. Были воспроизведены видеозаписи, которые от начала и до конца подтверждают, что Павел просто присутствовал на митинге, он ничего там не скандировал. То есть оснований для задержания не было. Родственники Устинова не сомневались, что после массовой кампании в его защиту решение Мосгорсуда будет иным. Но надеялись на полное оправдание. Обвинительный приговор они считают несправедливым. По-другому пока не могло и быть. И вы все это знаете. О чем мы будем вот сейчас рассуждать, да? Вот придет, если такое время, то все узнают, что немножко правда осталась у нас. Не придет, значит, будем жить с неправдой. Человек невиновный, он не должен ходить с каким-то условным сроком и с испытательным сроком. То есть получается, что они все равно признают его вину, а вины его нет. Параллельно продолжались судебные разбирательства у других участников московского дела. Тот же Мосгорсуд оставил под арестом до ноября Никиту Черцова. Его тоже обвиняют в применении насилия к полицейскому на акции 27 июля. Правозащитный центр «Мемориал» сегодня признал Черцова политическим заключенным. В Басманном суде рассматривали жалобу на домашний арест Сергея Фомина, члена штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках. Суд продлил арест на три месяца. Иван Воронин, Алексей Зыков. Радио «Свобода», Москва.